вы связаны со своими детьми разве не так пусть аллах дарует нам детей которые будут у слады наших глаз аллах говорит однажды мы его у вас заберем готовы ли вы чтобы мы забрали этого ребенка это произойдет возможно или ребенок потеряет вас как родителя это будет готовы ли вы примите это как данность и на лилляхи ва инна и лейхи радион поистине мы принадлежим аллаху и все мы вернемся к нему примите это как данность потеряли кого-то это сложно это тяжело это нормально чувствовать грусть это нормально плакать разрешается плакать но вы не плачете из-за недовольства аллахом ты плачешь потому что ты просто человек ты скучаешь потому что аллах даровал тебе тебе не хватает того что аллах тебе даровал кого-то хорошего или чего-то что тебе было даровано посмотрите например что произошло сейчас в южной африке люди потеряли источники дохода мы молимся за вас пусть аллах дарует вам еще больше чем он у вас забрал нам больно когда мы видим вы строили что-то поколениями иногда и внезапно за пару минут все исчезло это был аллах инна лилляхи ма ахада валяху ма атаа вакуллю шей ин андагу би аджалим мусамма поистине аллаху принадлежало то что он дал в первую очередь и аллаху принадлежит то что он забрал и каждая вещь которую аллах даровал у каждой вещи есть время и она закончится она пройдет время истечет когда-то если ты веришь в это примета как данность и начни работать снова потеряли любимого до вы будете скорбеть по нему но только в соответствии с тем что аллах разрешил а после этого что вы должны идти дальше обычно молодежь в наши дни любят футбол мы приносим им пример говоря потеряли человека еще десять осталось и что дальше матч закончился нет он продолжается и вы можете забить голы когда вас 10 или 9 человек но если вы остановились в грусти что потеряли лучшего игрока вы проиграли игру мы также боремся с шайтаном вы не перестаете поклоняться аллаху и вы не злитесь на аллаха просто потому что он отобрал бизнес у вас или он забрал кого-то из вашей семьи или он сделал так что ты не можешь ходить потому что теперь у тебя нету ноги это сложно и вам может быть больно но прими это как данность благодаря аллаха при всех обстоятельствах потому что в судный день будет специальный взывающий вызывая тех кто благодарил аллаха во всех обстоятельствах им будет дарован их и сам в первую очередь и они войдут в джаннатуль фирдос как говорится в одном из хадисов преимущественно в начале до других айна лады накану яхмадуна аллаха фи сарра и вадарра взывающий в зовет где же те кто восхвалял аллаха во всех обстоятельствах их выдвинут вперед и они будут сразу будут рассчитаны и они продолжат пройдут перед другими пусть аллах дарует нам благо меня зовут абдульфаттах и у меня вопрос почему музыка харам если это харам то какое наказание за то что ее слушаешь ты послушаешься меня до маша аллах хорошо если вы посмотрите на музыку я знаю что немногие ученые говорят что в этом нет плохого но даже они и я хочу разъяснить это до того как ответить на вопрос мальчика правда в том что даже если мы послушаем некоторых ученых которые могли сказать что мюзик мюзик